МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Потому что их такое множество, что просто-напросто в голове не вкладывается. Сколько писем. И рецепты все прекрасны. Но вы понимаете, конкурс есть конкурс. Победитель должен быть один. Но я не смогла. Потому что три женщины прислали три вкуснейших рецепта. И сегодня они в гостях. И я хочу, чтобы они поделились своими рецептами. Боже, ты с таким грустным лицом сообщаешь эту радостную новость? Потому что я знаю, что победит один, получит приз, какой вы узнаете в финале. А определите победителя. Я снимаю ответственность со своих плечей. Надюшенька, твои гости. Отлично. Попробуем вкусные консервированные оригинальные помидорчики. Пообщаемся и узнаем, какой рецепт сегодня окажется самым лучшим. Но из каких рецептов мы будем выбирать, Алусь? Так, первый рецепт прислала женщина, которую зовут Лесси. Честно говоря, я никогда не подумала, что помидоры могут быть со вкусом яблок. Представляете? Да, это очень странно. Яблоки, да. Это не скажешь, что это помидор. Просто очень оригинально. Лессенька, выходите к нам. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Дуже рада всех вітати. Значит, это такой рецепт. Я его придумала сама. Ну, тобто, я людина творчая, я композитор. И у всему бачу какую-то мелодию, какой-то эксперимент. Скажем так, это все было очень просто. Моя маленькая доночка, она любит ести консервованные и помидоры, и яблоко. Одного раза она взяла, просто выклала все на одну тарелку, вот, и зробила, небо, какую-то пюрешку. И каже, мама, очень вкусно. Я говорю, слушай, а давай попробуем не просто яблоко с мякоти, давай попробуем сик. Он же консервант, особенно, если это яблоко, например, кислый. И все. С чего начинаем? Так, значит, сначала мы берем помидоры. Это пока я забираю, Надюшенька, на столик. Определим потом, по вкусу. 700 грамм помидор. Я взяла тебе уже баночку стерилизованную, правильно, Лисичка? Да, просто обычный крепец. Два зонтики. Можно два, можно три. На любителя, кто любит больше, кто любит меньше. Потом два листочки хронов. Пару лисиков смородины. Чудова смородина. Звычайно, тоже один, два листочки вишни. Теперь помидоры. Так. На полтора литровую банку у нас 700 граммов ты писала, да? Да, 700 граммов. Но дело в том, что это не значит 700 граммов все. Если, например, помидор побольше, то сюда 700 граммов не влезет. Вы смотрите, что помидорчики должны располагаться свободно и не быть сильно-сильно плотно вложенными в банку. Дальше что? Все. И заливаем их кипятком для того, чтобы они постояли 5 минут. Так. Потом назад заливаем его. Ну, пока непонятно, каким образом яблоки. Вы говорили, что яблоки будут тут, а их и нету вовсе. Будут, Надюшенька. Но я хочу, Лесечка, еще тебе сказать, что вот Леся наливает кипяток прямо на помидор. Лучше верхний помидорчик прикрыть листиком. Или смородины, или укропа. Лесечка, пожалуйста, я тебе помогу. Так. И вот на этот листик наливай. Я врахую, до речи. Ну, можливо, да, чтобы он не лопнул, правильно? Просто помидоры здесь хорошие, они упругие. А если чуть-чуть накладут, они моментально разденутся. Так, закрываем, Лесечка. Теперь, как ты мне писала, мы должны кипятить сок. Так. Пожалуйста. Вот это свежевыжатый яблочный сик. Это самая, скажем так, родзинка, фишка этого рецепта. Значит, на полтора литра мы берем 500 миллилитров сока. На это приблизительно у нас пойдет полтора килограмма яблок. Бажано кислородных, чтобы был хороший консервант. Я теперь понимаю, Аллочку, какое это спасение для Аллы, у которой и помидоры, и яблоки. И все она думает, куда бы деть, куда бы деть. Вот такой вот необычный рецепт. Все, теперь туда выкидаем еще, например, четыре горошки перчика. И, возможно, зубчик чеснику. И столовую неполную ложечку соли. Дочке понравились вот такие помидоры? Все-таки вы рассказывали, что она и яблочко, и помидорку положила. А здесь новый вариант. Она была просто в захвате. Потому что они такие напив солодкие. Их можно есть и как кислое блюдо, и как солодкое. Поэтому это просто уникально. А яблочный сок, который вот с помидорами побывал, его потом можно пить? Назвычайно. Да? То есть это необычный вкус. Я вам скажу, Надюшенька, что из этого маринада можно сделать прекрасный соус. Но еще, знаешь, что бы я сделала? Рецепт прекрасный, очень вкусно. Но я бы еще взяла яблочки. И вот где у нас пустоты от помидор, туда маленький кусочек очищенного яблочка. Можно. Это было бы тоже еще вкусно. И оно бы как гарнир можно было подавать к какому-то мясу или даже к рыбе. Пока закипает яблочный сок, я предлагаю выпить по чашке кофе. Пожалуйста, Леся, обращайся. Дякую. Аллочка. Спасибо, Надюш. Нес-кафе классик. Все начинается с Нес-кафе. Закипел. Все. Чудово. Теперь. Скажи, пожалуйста, ты забыла снять пену с сока, правильно? Да, пена нам не нужна. Все, теперь это выливаем. Уже 5 минут прошло. Так, Лесячка, тебе прихватки, пожалуйста. Сразу прикрываем. Так. И сейчас мы должны добавить к соку, я так понимаю, специи, да? Да, 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 да. Долова ложечка. Так. Так, один зубчик чесничку. И давайте 4 штучки возьмем, это 5. Ну, по вкусу, да. Да. И сразу треба швиденько, швиденько. Кипяченым, горячим. Да. До хлопка закручиваем. Конечно, очень хочется попробовать такие маринованные помидорчики в яблочном соке. Но мы договорились, что будем сравнивать вкусы, когда уже все 3 рецепта освоим вместе с вами. А лицы, они пока готовятся так, то я думаю, что мы можем испробовать эти, которые я уже принесла. Конечно. Они должны промариноваться. Судя, ну, звичайно, да. Спасибо большое. Итак, Наюшенька, второй рецепт. Этот рецепт меня покорил, можно сказать, наповал. Так. Это блюдо можно использовать как два совершенно отдельных блюда. Это помидорчики. Ну. И еще маринованный виноград, похожий чем-то на оливки. О. Который, даже если так вот, знаешь, на стол подаешь помидоры и виноград, и молчишь. И гости говорят, а что это такое? Где ты взяла сколько оливок? Она собирала, и на огороде у меня растут. И с помидорами замариновала. Душа, ну, правда, это все звучит интригующе. Кто же автор этого рецепта? И автор. Так вот получилось, что тоже эту женщину зовут Лексия. Пожалуйста, проходите к нам, Лексичка. Давайте поаплодируем. Здравствуйте. Здравствуйте. Какая красивая банка и очень необычно выглядит. Ну, Аллочка, понятно, уже видела. А я впервые. Это виноград вокруг помидоров. Да, это виноград. Ну, откуда такая идея необычная? Эта идея возникла спонтанно. Было огромное количество помидор, потому что мои родители были сумасшедшими дачниками. Они это все старались закрывать, консервировать. Тонами. И однажды у меня вот был маленький ребенок старший. Мы, значит, все это привезли с дачи. Виноград, помидоры. В общем, все, что попалось под руку, везли, тащили, как ослики. Надо было закрывать. Кухня маленькая, ребенок маленький. Мы с мамой там что-то крутимся, вертимся. И уже заработались до такой степени, что случайно в одной банке оказались помидоры и виноград. Заинтриговало. Попробовали. Вкус невероятный просто. Мы угощали гостей. Они не могли догадаться, что это виноград. Эту баночку мы ставим на стол рядом с помидором Лесси. Да. Значит, мы берем полтора литровую банку. Хотя делать можно в любой посудине. Нам нужно полкилограмма помидор, полкилограмма винограда, один листик хрена и соцветия укропа. Для маринада нам нужно 50 грамм сахара, столовую ложку соли, столовую ложку уксуса, 1-2 лавровых листика, они у нас есть, и 3-5-7 можно горошин черного перца. И еще? И еще 3 столовых ложки хорошего рафинированного масла. От этого помидоры более аппетитные. Виноград имеет загадочный вкус. Значит, на дно мы кладем листик хрена. Я думаю, на эту баночку нам достаточно. Первым слоем мы обязательно кладем помидоры. Укроп хрен положили. Помидоры должны быть не сливки, потому что пробовали и сливки, и чумочки, и все что угодно. Лучше вот такие вот кругленькие, они лучше отдают аромат, и они более сочные. Какие у вас фирменные блюда, вот помимо консервации уникальной? Борщ. Борщ. Хорошее дело. Теперь можем опять помидоры, да? Да, теперь кладем снова помидорку. У нас закипела водичка. Мы должны вот эту всю художественную композицию залить кипятком и оставить на 15 минут, чтобы этот кипяток вытянул в себя все ароматы, все запахи, даже цвет. Пожалуйста, я прихватываю вам. Наливай аккуратненько только. До самого верха, чуть ли не с горкой. Правильно. И сразу закрываем крышечкой, можно ее даже капельку привинтить. Через 15 минут мы продолжим приготовление, а для нас с вами время пролетит незаметно. Леся, что нужно теперь делать? Значит, у нас прошло 15 минут, и мы этот кипяток не будем сливать в раковину, потому что это самое ценное, что в этой баночке. Мы открываем банку и сливаем это все в кастрюльку. И как только мы слили маринад в кастрюльку, мы обязательно сразу закрываем крышку, чтобы вот эта вся загадка отсюда не улетучилась. Но пока у нас маринад закипает, мы можем добавить все специи, по идее, правильно? Конечно. Добавляем 50 граммов сахара. Или, если нет умерки, значит, 2 столовые ложечки. А виноград, если сладкий, то все равно добавлять сахар? Конечно. Теперь добавляем 1 столовую ложку соли и столовую ложку уксуса. Добавляем еще пару лавровых листиков. Тоже зависит от вкуса, пристрастия и всего остального. Ну, вот мы 2 положим. И 3-5 штучек перчика. И вот 3 столовых ложки рафинированного подсолнечного масла. Чтобы мои блюда получились вкусными, я всегда беру масло, изготовленное из семечек высокого качества. Ведь тогда я уверена, что все получится вкусно и полезно. Значит, маринад у нас уже кипит опять. Мы его кипяще заливаем в эту же нашу баночку, закрываем и закручиваем. То есть это уже все, только дважды заливаем? Да. Спасибо, Лысечка. Спасибо, Лысечка. Спасибо, Иван. Так, ну что, Наденька, третий финалист, который покорил меня рецептом помидоров, это Светлана. Пожалуйста, Сеточка, приходите к нам. Мне понравился этот рецепт. Первое название. Помидоры в снегу. О, как романтично. Да, думаю, что за снег? Это чесночок, который выступает в роли снега. Это такое дополнение, это такая пикантность, это такая острота. Короче, мы попробуем, и ты узнаешь, что действительно этот рецепт стоит того, что сегодня Света у нас здесь в гостях. Светочка, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, рассказывайте, чем ваши помидоры особенные? Видите, у девочек тоже. Леси тоже такие необычные предложили рецепт. Да, они душистые, они острые. Где рецепт взялся? У меня бабушки, дедушки. И с маминой стороны, и с папиной стороны. То есть один месяц ты отдыхаешь у одной бабушки, один месяц у другой бабушки отдыхаешь. Класс. И как бы с 14 лет я уже научилась консервировать. Ну, то есть бабушка, у нее простой рецепт помидоров, а я уже как бы добавляю в свое время суши. Ну, правильно. Что нам понадобится помимо помидоров и стерилизованной баночки? Это 2-литровую баночку, значит, мы полкилограмма помидоров, сливки. Потом мы берем чеснок. Чеснок мы размельченный берем, то есть 2 столовые ложки чеснока. То есть потом зелень мы берем. Это листья смородины, листья вишни, по два листика. Соцветие укропа, кориандр, стручковый перец, буквально там чуть-чуть. И морковка? Да. Ботва морковки? Да. Вот это да. А вы говорите, помидоры в снегу, помидоры в снегу. А еще гвоздика. Ну да, это специи. Но вот эта вот ботва, ну что такое это ботва? Это вот вкус помидора просто-напросто, как будто бы, знаете, где-то какой-то овощной у нас бульончик. Ну вкусно. Ну давайте готовить. Давайте. Я так уже хочу все попробовать. На дно баночки мы выкладываем буквально все. Зелень. Давай, да. Все зелень. Да, да. Ну сколько? Вот, кстати, с этой морковкой-то надо быть в основном. Две штучки. Буквально. Буквально две штучки. Да. Это укропчик. Ну здесь все стандартно. Листья смородины. Два листочка. И вишни, да? Да. Два листочка вишни. Хорошо, когда есть огород и там все растет. У вас есть, да, Света? Да, у нас есть. У нас огород есть. Ну как бы бабушка. Кто работает на огороде? Только вы или? Нет, ну почему? Мама, папа. Так. Я, в принципе, только помогаю. А, вы принцесса. Я поняла. Ну как принцесса. Чуть-чуть. Берем сливки, берем обычные зубочистки. Ну буквально берем вот так вот прокалываем. Сколько нужно таких? Ну буквально пять. Светочка, ну ты как эксперт сегодня. Расскажи, зачем мы делаем эти проколы? Чтобы помидор пустил свой сок. Значит, мы заливаем кипятком. Как обычно. Пусть постоит десять минут. Все, давайте. Вода как раз кипит. Ой, а мы еще забыли, знаешь, перчика кусочек положить, правильно? Надо перец сейчас сразу. Я так понимаю, что самый мощный ингредиент мы будем закладывать потом. Я имею в виду чеснок, да? Да. Когда будем заливать второй раз в маринаду. А сейчас помидоры должны прогреться в течение десяти минут. Для нас с вами время прилетит незаметно. Десять минут назад мы залили помидоры кипятком, они прогрелись. А нам нужно как-то чеснок добавить, да? Да, нам нужно его размельчить. О, очень удобно воспользоваться фуд-процессором, потому что там есть острые лезвия из нержавеющей стали, которые моментально справятся с этой работой. Нажимаем кнопку, можем регулировать скорость и измельчить чеснок до кусочков нужных размеров. Даже до пюре можем. Светлышка, ты говорила, что должно быть у нас две столовые ложки измельченного чеснока, да? Половину сейчас засыпай. Это на полуторалитровую баночку. А если трехлитровая, тогда... Ого, сколько чеснока! Сейчас мы делаем снег, Надюша! Правда. Сейчас мы сольем маринад в кастрюльку. Я напомню, как приготовить маринад. Мы берем одну ложку соли, три ложки сахара и доводим до кипения. Как я люблю помидоры и огурцы с кориандром. Надюша, это так вкусно. Пожалуйста, кориандр тебе. Ну, тут буквально 15 штучек. Гвоздичка. Ну, гвоздичка, я знаю, чтобы не переборщить, буквально три, да? Две. Две, да. Пока закипит маринад, мы добавляем в помидоры наш чесночок. Высыпаем. Прямо в банку будем, да? Да, прямо в банку высыпаем. Сейчас, секундочку, Сеточка, я помогу. И мы добавляем одну столовую ложечку уксуса в маринад. Так, а теперь все, заливаем маринад в наши помидорчики. И закрываем. Сеточка, спасибо большое. Ставь баночку сюда. Спасибо огромное за этот рецепт. Дорогие девушки, вам удалось, конечно, нас впечатлить. Сама технология приготовления помидоров, продукты, которые используют для консервации, все такое оригинальное, но нам нужно принять решение, кто же сегодня окажется победителем объявленного тобой конкурса. Я так понимаю, Аллочка, что мы тебе должны помочь. Да. Мы обязательно попробуем все три вида консервированных помидоров, для того, чтобы определить, какие же самые вкусные. А я пока напомню, как мы их готовили. Для помидоров в яблочном соке возьмите помидоры, яблоки, соль, листья хрена, соцветия укропа, листья смородины, чеснок, перец горошком. На дно стерилизованной банки положите зелень, затем помидоры, залейте кипятком на пять минут. Слейте воду, из яблок выжмите сок, добавьте соль, чеснок и перец горошек, и закипятите сок. Затем залейте помидоры кипящим соком, закатайте, переверните и укутайте. Для маринованных помидоров с виноградом понадобятся помидоры, виноград, укроп, листья хрена, сахар, соль, уксус, лавровый лист, перец горошек, рафинированное подсолнечное масло. На дно банки положите соцветия укропа и листья хрена. Сверху помидоры в один слой. На помидоры насыпьте слой винограда. Чередуйте слои, пока не заполните всю банку. Затем залейте кипятком и дайте постоять 15 минут. Слейте воду в кастрюлю, добавьте в нее сахар, соль, влейте уксус, рафинированное подсолнечное масло, положите лавровые листики и перец горошек. Закипятите, залейте маринад в банку, закатайте банку, переверните и укутайте. Чтобы приготовить помидоры в снегу, понадобятся помидоры небольшого размера, чеснок, уксус, соцветия укропа, листья смородины и вишни, зерна кориандра, гвоздика, перец чили, ботва моркови, соль и сахар. Помидоры небольшого размера проколите зубочисткой со стороны плодоножки и уложите в банку, предварительно положив на ее дно соцветия укропа, листья смородины и вишни, кориандр, гвоздику, перец чили, ботву моркови. Залейте кипятком и дайте постоять 10 минут. Слейте воду, положите соль и сахар. В маринад добавьте уксус, соль, сахар, зерна кориандра, гвоздика. Закипятите. В банку с помидорами уложите измельченный чеснок. Залейте кипящим маринадом. Закатайте, переверните и укутайте. Какие же великолепные ароматы сегодня на нашей кухне. Благодаря вам, девчонки. С каких помидоров начнем, Аллах? С каких начинали помидоры в яблочном соку? И сейчас очень важный момент. Вы же тоже вместе с нами будете дегустировать помидоры, для того, чтобы мы смогли определиться, какой рецепт самый вкусный. И кто из девушек, которые сегодня нас учили готовить маринованные помидоры, окажется победительницей и получит приз оталочки, которая сейчас наминает маринованный помидор. Итак, пробуйте все три вида помидоров, только, пожалуйста, запоминайте, какой вам больше всего понравился. Помидоры с розовым флажком. Это помидоры Олеси в яблочном соке. Помидоры с голубым флажком. Это помидоры Олеси с виноградом. И помидоры с зеленым флажком. Это помидоры Светы с чесноком или снегом. Пожалуйста, угощайтесь. Приятного аппетита. Помидоры в яблочном соке очень необычные. Маринад замечательный привкус какой-то придает. Настолько вот какой-то, не знаю, пикантный освежающий. И такой пикантный освежающий. И не скажешь, что это со стеклянной банки, как будто, знаешь, с хорошей, с дубовой бочки. Ой, невозможно остановиться. Боже, какая прелесть, да. Теперь с виноградом. Да, помидоры с виноградом. А тут надо и виноградик же попробовать. Ну, конечно. Я уже один украла, попробовала. Так. Я уже съела. Боже, да я таким виноградом готова объедаться. Прелесть какая. А помидорку пробуй. Сладковатые чуть-чуть. Благодаря сахару. Что меня и подкупило. И виноградному соку. Вот вкус совсем другой. Мне тоже очень нравится. Девочки, вот вы принесли помидорчиков, очень вкусно. Но некоторые из них потрескались, потому что вы не знали вот этих советов, которыми я сегодня вам сказала. Поколоть, через листик наливать, но это не страшно. Самое главное, чтобы было вкусно. Потому что, если разобраться, кожицу каждый снимает. Но все равно помидор в банке должен быть целеньким. В снегу. Давай. Чесночный. Ох, островатые. Знаешь, как это говорят? Ядреные. Ядреные, да. Очень хороший. Действительно такой бодрящий вкус. Кто любит остренькое, кому нравится чесночок, ой, это изумительно. Ну что, мои дорогие, насладились вкусом? Попробовали? Собрались силами и давайте голосовать. Кому больше понравились помидоры в яблочном соке? Поднимите, пожалуйста, руки. Я буду считать. 18. Так, помидоры с виноградом. Поднимаем руки, кому понравились. 20. Кому понравились с чесноком больше? Получается 17. Итак, мы можем подвести итоги. Наибольшее количество голосов было отдано за помидоры с виноградом. Но аплодисменты это не все. Это не самый главный подарок, потому что для тебя вот приготовили такой подарок красивый. Лесечка, мы дарим вам соковыжималку. Давите соки, радуйте своих родных и нас новыми рецептами. Девочки, вы, конечно, не расстраивайтесь, потому что вы тоже победители. Чуть-чуть результат хуже. Но вы тоже не остаетесь без подарка. Для вас утешительные призы. Пожалуйста, получите их. Спонсор торговая марка Олейна также дарит вам подарки и желает новых кулинарных побед. Спасибо вам огромное за то, что так щедро поделились своими рецептами. Аллочка, ты просто богиня. Ну, как же это здорово. Мы сегодня за одну встречу смогли пополнить свою копилку рецептов маринованных помидоров сразу тремя вкуснейшими вариантами. Но это заслуга не моя, это заслуга девочек наших, Надюшенька. Наш сегодняшний конкурс закончен, но сезон консервации в самом разгаре. Я уверена, что у украинских хозяек еще есть много уникальных кулинарных секретов. И не только секретов консервации помидоров. Присылайте их нам по адресу, который вы видите сейчас на экране. И мы обязательно выберем самый интересный из них и приготовим здесь вот у Нади на кухне. И пусть вам будет вкусно, и все будет доброе. Спасибо огромное. Привет, Ютуб. Если вам понравилось это видео, жмите подписаться. И тогда все лучшие рецепты от Аллы Ковальчук вы будете знать первыми. Подруги обзавидуются.